Большое спасибо, что пригласили нас и что участвуете в этом вебинаре. Редкие опухоли, мы, конечно, как рутильное учреждение, редко сталкиваемся с такими заболеваниями. У нас за 20 лет всего, как мы сейчас с коллегами обсуждали, всего в Арканской области было 11 случаев. Нам, конечно, трудно распознать, еще труднее нам без центральных наших головных федеральных центров, таких пациентов лечить. И поэтому нам очень будет интересно узнать новое, и вообще, что это за заболевание, как мы должны его распознавать и как лечить, на что обращать внимание. Вот, значит, мы представляем вторую Северодвинскую городскую больницу клиническую, станции скорой медицинской помощи. У нас здесь организован центр амбулаторной аналогической помощи, и мы проводим диагностику онкологических заболеваний города Северодвинска и противоопухолевое лечение. И, уважаемые коллеги, вот, пожалуйста, позвольте представить нам сегодня эту интересную тему расскажет Тарарыкова Анастасия Алексеевна, врач-онколог отдела общей онкологии, НИИ клинической онкологии, имени академика Трапезникова, имец онкологии имени Блохина Минздрава России, эксперт Восточной Европейской сарховной группы и ассоциации специалистов по изучению сархов, кандидат медицинских наук из столицы нашей Родины, города Москвы. Вот, и, уважаемая Анастасия Алексеевна, вам слово. Добрый день, спасибо большое, такое длинное-длинное представление, спасибо. Очень приятно участвовать в этом, вообще редкие опухоли, это очень интересная тема, здорово, что вы посчитали количество случаев, да, и достаточно показательная цифра. В этом году у нас будет несколько циклов, посвященных именно саркомам, вот сам цикл редкие опухоли, и из них будет несколько, посвященные именно редким по типам саркома. И вот первая из них – это саркома капыши. Ну вот мы видим их очень часто. Вчера вот буквально я трех консультировала пациентов. Такая, с одной стороны, очень, на самом-то деле, простая в своем, не знаю, в своем течении опухоли и диагностики простая, но тут есть свои сложности, в частности, в доступности лекарственных препаратов. И мы вот с этим встречаемся, к сожалению, очень-очень часто, и тут больше из-за этого ломаем голову. То есть, как бы, вроде бы есть чем лечить, ну, то есть ты знаешь, как бы, чем лечить пациента, но не всегда можешь ему для учения предложить. Так, давайте я начну. Саркома капыши представляет собой локально-агрессивную прелеферацию эндотелия. Она обычно проявляется кожными изменениями в виде множественных пятен, бляшек, узелков, может также поражать слизистые оболочки, лимфатические узлы и внутренние органы. Она почти, практически всегда, ассоциирована с вирусом герпеса 8 типа, который, собственно, является причиной развития саркома капыши. У нас подразделяются три варианта. ABC – три варианта вируса герпеса 8 типа. И вот первый вариант как раз-таки ассоциирован с классической саркома капыши и с спитоассоциированными поражениями кожи внутренних органов. Два других варианта ABC – они ассоциированы с лимфопрелеферативными заболеваниями. Важная такая практическая напоминалка, что ротоглотка является резервуаром наибольшего количества репликаций вируса. Это важно для последующей диагностики. В принципе, очень быстрый вариант получить материал и определить, есть ли у пациента вирус герпеса. Он обнаруживается в клетках эндотелия. При всех формах заболевания представляется БДНК-вирус, кодирующий латентный ядерный антиген. Антитела против ядерных антигенов вируса типа проявляются раньше, еще до клинических проявлений саркома капыши. Но важно помнить, что наличие инфекции необходимо, то есть практически сюда мы можем найти, но оно недостаточно для развития самой саркомы капыши. Она является таким результатом сложного взаимодействия генетических, монологических и окружающих факторов. Частота встречаемости варьируется. В зависимости от географической области, соответственно, у нас есть демическая африканская саркома капыши, и в зависимости от гендера. Есть данные о том, что частота встречаемости составляет 0,14 на 1 миллион населения жителей, то есть как у мужчин, так и у женщин. В основном это развивающиеся страны. Либо до 10 случаев на 1 миллион населения у мужчин, и практически 3 случая на 1 миллион населения женщин. Но в принципе, если мы посмотрим в общей когорте, вне зависимости от того, где проживает наш пациент, откуда они, мужчины все-таки болеют в 3 раза чаще. И это пациенты молодого возраста, 35-39 лет, примерно 3-4 декады жизни. И, как я уже сказала, то есть у нас есть такая географическая особенность. К примеру, в Северной Америке данное заболевание обнаруживается примерно 1,3% доноров крови. Почему такой акцент на донорах крови? Потому что мы все прекрасно знаем, прежде чем сдавать, быть донором, необходимо знать все анализы. И это такой простой скрининг, скажем так, простой анализ данных, которым есть доступ для того, чтобы понять в общей численности населения, кто чем болеет. Имеется в виду заболевания, те анализы, которые сдаются донорами. Так в Северной Америке это 1,1 примерно 3%, до 70% это регионы Африки, и в России это примерно 10%. Соответственно, как я уже сказала, в зависимости от особенностей географического проживания наших пациентов, от дополнительных факторов, у нас есть несколько по типу саркома капши. Классическая саркома капши. Она представляет собой локально-агрессивную пролиферацию эндотелия. Характеризуется поражением кожи дистальных отделов нижних конечностей. Чаще всего это симметричные или асимметричные пятнистые элементы синюшно-красного цвета. Рост медленный, однако описаны достаточно какие-то прогрессирующие формы. Длинная спецассоциированная саркома капши. Она часто такое очень такое прогрессивное или молниеносное течение имеет. Может быть и локализованной формой, но чаще всего это диссеминированной. Саркома капши связана с иммуносепрессией. Они имеют такой ограниченный характер. Чаще всего не беспокоят пациентов. А в дальнейшем распространение высыпания сопровождаются образованием уже узлов, их изъязвлением и уже приводят к интенсивно-болевому синдрому. И немного могут напоминать проявления при спид-инфекции, но снижение дозы или отмена иммуносепрессивных препаратов приводит к полному регрессию этих кожных и стиральных проявлений у большинства пациентов. То есть эта цифра достигает 80%. Возобновление терапии, соответственно, приводит к процедиву заболевания. И эндемичная африканская саркома капши, она чаще всего встречается у детей, молодых людей, и таким характеризуется молниеносным, агрессивным течением. Не существует общепринятой классификации по стадиям саркома, ТНМ, к примеру, для саркома капши. Ну, мы принято разделять на три клинические ситуации. Это локально распространенная, неагрессивная форма, локально распространенная, агрессивная и диссеминированная форма саркома капши. Есть еще специальная шкала классификации для специфицированной саркома капши. Единственная как бы утвержденная и такая валидированная система стадирования, она очень такая старая, но она включает в себя несколько критериев. Первое – это критерия распространенности заболевания, то есть стадия тумор, критерия состояния иммунной системы, иммунодефицит, состояние иммунодефицита, по количеству CD4 клеток и вот эти вот S-системные проявления. Но эта классификация была создана еще до появления антиретровирусной терапии. Сейчас вот эта классификация видоизменена, представлена на данном слайде, и тут уже всего два критерия. Это T-тумор и S-системные проявления. состояния пациентов. И подразделяется на пациенту с хорошим прогнозом и плохим прогнозом. На данном слайде мы видим такую общую табличку, которая подразделяет у нас все четыре типа саркома капыши и вот характерные для саркома капыши проявления и особенности проявления заболевания. Ну, как бы еще раз напомнить, что классическое чаще всего встречается у мужчин. Это в основном пожилые пациенты в возрасте от 60 лет и вот это вот как раз пациенты в области Средиземноморья, Европа, Ближний Восток. для них не характерно поражение внутренних органов, очень редко встречается и такое чаще всего латентное течение редко бывает агрессивным, но у пожилых пациентов это бывает на фоне сопутствующих заболеваний. Этеничное это если мы говорим про детей, это дети обоих полов, чуть старше группа это взрослые мужчины, это регионы экваториальной Африки. Здесь уже есть поражение внутренних органов чаще всего у пациентов взрослого возраста, а у детей помимо внутренних органов чаще всего поражаются еще лимфатические узлы. Иммуносупрессивная саркома капыши на фоне иммуносупрессивной терапии часто после трансплантации с органов еще чаще мы в последнее время стали наблюдать пожилые пациенты, которые получают низкие дозы метатриксата по поводу полиартрита, ремотоидного артрита. Они долго принимают метатриксат и примерно через год-два развивается манифестация саркома капыши при снижении дозировок лекарственных препаратов или подбора другой терапии, то есть мы честно работаем с рематологами, все проявления заболеваний у нас уходят. Вовлечение внутренних органов у пациентов встречается очень редко и чаще всего поражаются верхние и нижние конечности, но на самом-то деле если это на фоне пожилых пациентов и на фоне иммуносупрессивной терапии, это может быть и тулыщие, и голова шеи. И спетосоцированные саркома капыши в развитых странах это чаще всего гомосексуальные мужчины и в странах в Африке это гетеросексуальные мужчины и женщины. Локализованные распространенные формы и это либо на старте, когда пациент только узнает, что у него ВИЧ спит и чаще всего первое, чем приходят эти пациенты это жалобы на саркома капыша, а потом вы начинаете выяснять, что у пациента на самом-то деле проблема совершенно в другом, а саркома капыша просто как бы тот маркер, который нам показал, что у пациента есть проблемы с иммуносистемой. При начале антиретровирусной терапии все проявления саркома капыша постепенно начинают затухать. Если это недостаточно, тогда уже мы можем подключать системное лечение. Но чаще всего антиретровирусной терапии хватает. Если заболевание начинает ухудшаться, я имею в виду капыша начинает проявлять себя в худшей струне, и у нас здесь динамика отрицательная, это говорит о том, что нам нужно в первую очередь менять антиретровирусную терапию. Это более подробно чуть-чуть критерии установки диагноза для классической саркома капыша. На коже дистальных отделов нижней конечности появляются либо одно или односторонние синюшно-красные пятна размером от 1 до 5 сантиметров с четкими границами, напоминающими гематому. Далее эти элементы медленно растут, они трансформируются в плотные узелки, формируют бляшки, узлы. Крупные узлы на конечностях темнеют, это связано с отложением гемосидерина, изъявляются и вызывают отражение негротизированных тканей, особенно заметно на стопах. По периферии узелков выражены отеки стивилин манифостаза, тоже чаще всего это как раз таки стопы, стопы и вот именно пальцы ног. И дальше эти выступания распространяются на другие участки тела, реже лимфатические узлы, слизистые оболочки, полостерета, гементалии, внутренние органы. Но это совсем запущенный случай, и на самом деле встречается редко. Важно, что классическая саркома капша, стоит себе запомнить, это лица пожилого возраста. Лица пожилого возраста и заболевания у нас медленно-медленно-медленно прогрессируют. Вот картинка с такой классической саркома капша. Пациенту, если не ошибаюсь, 58-59 лет мужчина. Эдемичная, значит, ее критерии это узловые цитистые инфильтративные лимфатинопатические такие варианты узлых образований. характеризуются более агрессивным течением с поражением уже дермы, подкожно-жировой клетчатки, мышцы и костей. Тут у нас дети, то есть у нас уже более молодая взрослая, молодой катинген пациентов и уже поражаются внутренние органы, а у детей помимо внутренних органов еще лимфатические узлы. И может развиваться молниеносно. саркома карпыша ассоциированная со СПИДом. Быстрое мультифокальное диссиминирование при отсутствии течения могут сливаться с образованием крупных бляшек, распространяющихся на коже лица, туловище, конечности. Нередко приводит к нарушению функций органов. Как вы понимаете, при такой спид-инфекции это достаточно определенная когорта пациентов и когда вы видите такие случаи, но тут это достаточно такой длительный и запущенный случай и первое, что мы делаем, это мы лечим, пытаемся помочь пациенту антиретровирусной терапии. Слизистая оболочка поражается до 15% в случае могут быть расположения в области твердого мягкого анемба корня языка то есть это то, что они быстрее всего на что не обращают внимания. Вот высыпание на лице, то есть у них больше не руки-ноги, а именно лицо, туловище и слизисте рта. Могут поражаться также желудок 12-перстная кишка и соответственно сопровождаться кровотечением или даже непроходимостью. на фоне иммуносупрессии после трансплантации гидрогенное воздействие иммуносупрессивных препаратов и сначала такой ограниченный характер, затем уже более-таки распространенная форма может напоминать выступание приэндемичной или классической саркома капши. Еще раз снижение дозы отмена приводит к полному регрессу до 80% случаев. Что у нас входит в диагностику обязательную? Это анамнез обязательно, сопутствующие заболевания. Первое, что нужно спросить, узнать пожилой пациент, молодой мужчина, к вам родился, чем еще болеет пациент и какие препараты он принимает. То есть иногда бывает особенно пожилых пациентов встречается, когда они говорят, ну я принимаю большой список препаратов, что обычно от давления, суставчики мне болят, обезболивающие и без подробностей какие именно препараты. Буквально вчера был случай с саркомой капши, это была связанная с саркомой, когда пациентка лечит огромное количество разных сопутствующих заболеваний, она принимает до 30 препаратов в сутки, давайте показывать свой список и там хоп и мы появляем видим метатриксант. Вот это тот случай, когда нужно всегда обращать внимание, что именно пьют наши пациенты, какие именно препараты, в каких дозировках. и когда именно эти высыпания появились важны временные интервалы от того, как он начал принимать препарат имитидум эспрессивный для пациентов с классической саркомой капши или интервирусной терапии, если пациент с уже установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, СПИТ-инфекции, важно, когда был начат прием препарата и когда проявила себя саркома капши. Здесь очень важно сбор информации. Конечно же биопсия, потому что да, саркома капши клинически в принципе, когда вы уже встречали эти случаи в своей практике, вы в принципе сразу распознаете. Но важно здесь не пропустить ангиосаркома, потому что это более агрессивный вариант вообще саркома, другое совершенно течение и другие подходы. А выглядеть она при кожном поражении ангиосаркома может примерно так же, но это чаще поражение не дистальное отделы, нижних конечностей или кисти это чаще всего грудная стенка, грудная стенка, туловище, чаще всего это женщины, чаще всего после в анамнезе брак молочной железы, лимфостаз, лучевая терапия, тут же важен анамнез. То есть биопсия в любом случае априори играет важную роль, и это нужно необходимо сделать. Так же как сериологические исследования крови на ВИЧ-инфекцию и определение специфических антителок вируса герпеса восьмого типа. В тех случаях, когда у нас есть подозрение на поражение внутренних органов, мы выполняем рентгенографию в грудной клетке, УЗИ, эндоскопические исследования, ну тут еще в зависимости от симптоматики жалов КТ, МРТ, ПЭД, это уже по показаниям. То есть рентген грудной клетки, УЗИ, это обязательно то, что можно быстро и то, что нужно сделать нашим пациентам. В некоторых случаях, если это такая локальная форма, скажем так, поймали на начальном этапе, это термотоскопия, никто ее не отменял, тоже поможет вам одифференцировать там ангиосаркомы от той же самой меланомы для при подозрении на поражение висцеральных органов, как я уже сказала, эндоскопические исследования, бронхоскопия и там ПЭД-КТ, МРТ, КТ по показаниям. Обязательная консультация инфекциониста при выявлении антител к ВИЧ-инфекции, чтобы определить вирусную нагрузку и начать уже патограммоничную терапию. То есть это очень важно. Лечение. Что же вообще мы можем предложить нашим пациентам саркома, капши, в зависимости от того, какой форме идет речь, какой распространенности и вообще на что пациент жалуется. очень важный такой критерий с чем приходит к вам пациент, что его беспокоит. В некоторых случаях, в первую очередь это касается саркома капши ассоциирования с иммунодефицитом, когда отменная терапия иммунсепрессивная решает все ваши проблемы. Но есть некоторые случаи, достаточно редко встречаются, но бывает. Часто пациенты как раз-таки пожилого возраста и пациенты, у которых был какой-то узелочек, они наблюдали, то есть видели, может быть, это какая-то родинка, ну, какая-то сосудистая образование, долгое время был, а когда они начали терапию, иммунсепрессивную терапию, не знаю, сиролимус начали принимать, вот, после этого этот узелочек начал цвести, стали появляться новые. Ну, то есть, есть этот момент, когда есть узелок, он не беспокоит вообще никак, мы можем его наблюдать, но это встречается на самом-то деле редко. в тех случаях, когда пациенты к вам приходят с этим локализованным таким вот узелочком, уже есть жалобы, и чаще всего это у нас дистальное отдело нижней конечности, стопы, кисти, то есть это то, что действительно мешает пациенту ходить, надеть обувь, что-то делать руками, в этом случае у нас есть симптомный локализованный очаг, вариант лечения стандартный это его исечения. При его невозможности возможно крилотерапия, электрокоагуляция. Ну, это редко бывает чаще всего это кисти и телокализации, когда ну, это редко на самом-то деле бывает, это вот молодые мужчины или женщины, которые не хотят какой-то разрез, инвектора предлагают сделать криотерапию, очень небольшое образование и без какого-либо шва, шрама потом. Ну, в принципе, такое возможно, но еще раз предпочтительным вариантом является полное радикальное сечение. Вот как мы видим на этой фотографии, пациентки распахали просто руку, а речь шла на самом-то деле не о локализованной форме, а получается у нас там по фотографии, которые пациентка показывала, показывала до, к сожалению, не получилось достать, показать вам, там был не один участок локализованный, а несколько, которые были друг с другом, то есть такие островки саркома капши, и соперировали разрез-то огромный, соперировали вроде большой разрез, нормальный, но края оказались положительные, и на фоне того, что пациентка еще долгое время восстанавливалась после операции, у нее есть сопутствующие заболевания, рана плохо заживала, вот буквально через полтора-два месяца, вот все зацело так, как вы собственно это видите. Еще один вариант локальной формы саркома капши, когда нет никаких страйных проявлений, и нет возможности выполнить хирургическое лечение, это лучевая терапия. Тут частота ответа варьируется от 50 до практически 100%, это очень небольшие ретроспективные данные, мы в своей практике это не используем, то есть все-таки стандарт это радикальное хирургическое исчечение, но вот это четко значит, что там других проявлений заболеваний нет. В общем и целом метод лечения зависит от клинической формы заболевания, размера поражения и вовлечения в патологический процесс органов и других систем. значит, несмотря на то, что у нас практически во всех случаях находим вирус герпеса 8 типа, он является одной из причин развития срокома капыша, играет важную роль в патогенезе, назначение противовирусной герпетической терапии для пациентов оно неэффективно. Есть некоторые наблюдения в нашей клинической практике, когда это срабатывало, но это были скажем так пожилые пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, когда назначение лекарственной терапии даже того же самого Келекса, которого мы очень любим, это назначение лекарственной терапии, оно все равно ассоциировано с высоким риском осложнений. И в таком случае, ну какие у нас есть варианты, дальше мы это коснемся, это вариант, к примеру, иммунотерапии, но самый такой лайт, который можно попробовать, это назначить противовирусную терапию. Получится, сложно сказать, но у нас в практике так пару случаев есть. Когда мы могли пациентам возрастным, это возраст, один случай, мне кажется, лет 78, второй, около 90 лет пациенту было, то есть, когда вы, ну, мы назначили примерно, ну, какой-то эффект в виде стабилизации, понятно, как бы очаги не ушли, но сдержать их получилось, по крайней мере, пациент, ну, так жестоко звучит, да, но уйдет из жизни естественным путем, а не от вашего назначенного лечения. и еще раз, да, вот, то есть, то, что мы должны четко запомнить и зафиксировать и помнить об этом, это в тех случаях, когда у нас есть саркома капши, вызванная иммуносупрессией, отмена или коррекция этой терапии решает все наши проблемы. Но те случаи, когда у нас нет иммуносупрессии, классическая саркома капши, распространенная, это вот буквально мужчина, который приходил и вчера был у нас на приеме, вот, у него изелочек появился вот сначала на пальце, а, у него сначала было на указательном пальце, и он думал, что это бородавка, он думал, что это бородавка, и разные, различные аппликации мази на него нанесел. Как-то она у него ушла, отвалилась, как он сказал, но сразу же, где-то через, может быть, месяц появилась на другом пальце, узелочек, и вот пошло уже по кисти. Данному пациенту мы назначили терапию келексом, это липосомальный доксорубицин, это препарат первой линии, лечение диссиминированной, неоперабельной, классической саркома капши, или, в принципе, для пациентов с эндемичной саркома капши для пациентов с саркома капши, вызванный ассоциированный со спид-инфекцией, это тоже первая линия, да, ну, как бы, с с учетом входящих факторов, то, что нам вызвало это заболевание. Вот. Схема значения липосомального доксорубицин, это 20 мг каждые 3 недели, это такая стандартная схема, которую мы используем. Есть другой вариант, это 25 мг каждые 4 недели. Как долго лечить пациентов с такой саркома капши, диссиминированной, и вот сколько должно быть в курсе. 6-8 курсов. Тут сказать сложно. Все зависит от того, какой клинический эффект мы получаем на фоне лечения и как лечение переносит наш пациент. Чаще всего пациенты переносят лечение лекосомального доксорубицину удовлетворительно. У нас здесь нет таких побочных эффектов, как при доксорубицине в виде кардиотоксичности. Да, некий риск есть, мы всегда обращаем внимание пациентов, что они должны контролировать ЭКГ, выполнять их, эхо, исследования, наблюдаться у кардиолога. Но все равно это совершенно другая ситуация. Здесь нет такой доза лимитирующей, четкой такой границы, как при доксорубицине. Это может быть поэтому 8 и 10 курсов, это может быть несколько реиндукций доксорубицина. и в некоторых работах говорится о том, что как только мы достигли максимального эффекта, мы поняли, что дальше уже эти очаги не уходят или перестали изменяться в своем цвете, необходимо выполнить еще два закрепляющих введения и на этом лечение закончить. Чаще всего это получается как раз-таки 6-8 курсов первой линии терапии пациентов с саркома капоши. Какие вообще другие варианты существуют и почему именно мы выбираем лимитомальный доксорубицин? Была такая старая схема для лечения в принципе сарком и в частности саркома капоши это комбинация из трех препаратов буксорубицин, беомицин и линкристин. Такая доза препаратов в этой схеме достаточно скажем так такие адекватные позволяют проводить лечение с минимальной токсичностью поэтому эта схема была одна из излюбленных для пациентов саркома капоши и вот данное исследование при сравнении это исследование 1998 года сравнивали с липосомальным доксорубицином частота абектионов адмида была на порядок выше в группе где вводили липосомальный доксорубицин а побочные эффекты нежелательные в линии были примерно одинаковы по своей по степени токсичности но у нас есть еще один препарат паклитоксел и вот при сравнении липосомального доксорубицин с паклитокселом их эффективность плюс-минус одинаковая ну то есть как бы она она не хуже они не хуже паклитоксел не хуже доксорубицин но липосомальный доксорубицин но на фоне лечения паклитокселом мы видим ну как в данной работе так и в реальной практике мы видим на порядок больше токсичности причем третьей четвертой степени при паклитокселе нежели при чем при вот доксорубицине именно поэтому липосомальный доксорубицин является приоритетным является препаратом выбора первой линии но к сожалению у нас есть сложности в доступности этого препарата препарат дорогостоящий российских аналогов пока нет мы будем надеяться что он появится в тех случаях когда ну регион говорит нет у нас паклитокселубицин но нет у нас не можем ближайшие полгода года точно не будет нет у нас на это поставщики ставят нули в таких случаях хорошим оптимальным вариантом будет паклитоксел схема введения 100 мг метр квадратный здесь данные разнятся чаще всего в ретроспективных данных режим каждый раз в две недели но есть данные о том что раз в три недели режим не хуже по своей эффективности но лучше по своей приносимости вот поэтому как бы вот этот интервал введения он обсуждаем ну на основании общего состояния пациента и там фактор к примеру не знаю часть может прижать пациент к вам на прием есть еще вариант с еженедельным введением паклитоксела он возможен но тут у нас больше токсичности больше пациент привязан к вам с визитами все-таки это скажем так не тот вариант когда нужно форсировать события и скажем так прям привязывать пациента к себе вы можете выбрать подходящую вариант лечения для вас и для вашего пациента чтобы он был эффективен и удобен всем и еще у нас есть винбластин но на самом деле мы его очень редко используем это прям я не знаю когда совсем никаких вариантов лечения нет есть какие-то тяжелые сопутствующие заболевания непереносимость выраженная токсичность но вот есть винбластин мы назначали наверное всего один раз за всю практику я ни разу не назначала вот у меня коллега один раз назначала на данном слайде вот как раз мы видим тот случай когда пожилая пациентка 70 лет вчера как раз была на приеме это уже эффект липистомального доксурбицина ей сделали 4-6 введений но эффект стал реализовываться на 4-м 5-м 6-м то есть ее нужно дальше лечить она переносит лечение хорошо но к сожалению в регионе в котором она проживает им сообщили что все препарат больше нет и не будет пациентка походила пожаловалась дочка ее вроде наскребли еще три введения на три введения пистомального доксурбицина что собственно она сделает но резонный вопрос и у врачей по месту жительства и у пациентов у дочери что нам делать дальше мы сейчас три введения сделаем у маме этого эффект только-только начал реализовываться мы сделаем три введения мы предполагаем что нужно будет еще вводить что делать дальше но менять в таких случаях терапию на пахлетоксила исходя из того что у вас нет липосомального доксурбицина прямо здесь и сейчас неправильно потому что вы тогда вытяжкните себе по факту вторую линию в этих случаях мы рекомендуем сделать так называемые терапевтические каникулы динамическое наблюдение пациент ждем того эффекта когда он начнет прогрессировать и в этом случае вы можете уже назначить паплетоксил а может быть такое случится и у вас появится лепосомальный доксурбицина такое возможно в общем назначение переход на вторую последующую линию смены режима и только из-за того что препарата нет это тактика лечения неправильная корни неправильная лучшим и безопасным вариантом будет оставить пациента на динамическом наблюдении ну или отправить в федеральный центр подкрепиться в свое решение дополнительным решением коллег из федерального центра которые скажут потому что вы сделали все правильно пациент жалуется ваш не будет в тех случаях когда у нас есть такая локализованная форма срокома капши это неоперабельные там в случае нет возможности выполнить там криотерапию или там лучевую терапию ну нет таких технических возможностей например хороший вариант это аппликации мифомида три раза в неделю аппликации на 10-12 часов и там лечение примерно 4 месяца примерно то есть такой вариант возможен иногда эти аппликации они дополняют системное лечение почему бы нет такое возможно на самые скажем так симптомные очаги но для вас тогда будет очень важно если пациент еще получает системное лечение обязательно делать фотофиксацию этих вообще всех очагов и запомнить какой именно на какой именно очаг вы наносите препарат чтобы потом динамику нормально адекватно оценивать ну про назначение антигипетических препаратов я уже говорила в качестве второй последующих линии значит если это не паклитоксел то может быть и антистабин и полидамид и этапозит и матиниб то есть эти варианты возможны поскольку есть данные ограниченные об их эффективности порядка 50-60% что в принципе это неплохо но выбор этих препаратов в первую очередь это скажем так ваш экстренный экстренный запас когда совсем все плохо ничего не помогает ничего нет и вот варианты такого запасного экстренного случая и еще один вариант который я сегодня уже поминала это назначение интерферона интерферон альфа мы назначаем терапию пожилым пациентам как я уже говорила у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания и мы не хотим пациенту навредить почему нет в принципе эту терапию можно назначить или к примеру если у пациента идет прогрессирование там на всех линиях лекарственного лечения там да уже все что можно было не терпали здесь будет стабилизация ну такого эффекта выраженного как при других лекарственных хорох не будет но стержать заболевание вы сможете это вот работа 96 года 16 случаев у одного пациента наблюдался полный эффект 9 выраженный ответ но здесь клинически конечно такая градация интересная по эффектам выраженный ответ 3 стабилизация и у одного пациента такой незначительный ответ на лечение и после отмены интерферона у четырех пациентов отмечался такой невыраженный рецидив заболевания это говорит о том что длительность лечения сколько как долго лечить в данной работе это было порядка 6 месяцев но в принципе если пациент у вас хорошо переносит лечение и таких побочных эффектов на интерфероне нет чаще всего пациенты у пациентов настроение портится скажем так развивается депрессия особенно пожилых собственно кому мы назначаем вот в общем это такой обсуждаемый вариант вы можете в принципе назначить продолжить лечение дальше исходя из эффекта лечения и того как он его переносит и ассоциированная срокома капыш здесь основные цели это облегчение симптомов предотвращение прогрессирования заболевания уменьшение опухоли для уменьшения отека повреждения органов психологического стресса пациенты это то на что пациенты обращают внимание они же то есть ну вот чаще это молодые мужчины с ВИЧ-инфекцией спит иногда бывает на фоне сифилиса ну бывает полный букет иногда бывает изолированный сифилис и вот плюс еще срокома капыша вот и первое что их беспокоит это именно вот эти узелки то есть они приходят показывают свои анализы что у них там ВИЧ и уже там имидефицитное состояние но это не это их беспокоит с их слов да их беспокоит только то что у них вот эти вот бляшки на лице которые косметически не дают им покоя здесь очень важно донести поговорить с пациентом это очень такая можно сказать неприятная беседа долгий разговор объяснить ему что как бы саркома капыша в данном случае это ну больше проявление но не то что он должен прямо здесь и сейчас лечить здесь и сейчас он должен лечить получать лечение антиретровирусной терапии помимо антиретровирусной терапии в зависимости от степени проявления скорости роста вирусной нагрузки количество 4 клеток общего состояния можно добавить и системное лечение но сначала вы начинаете с патогмоничной терапии с коррекцией доз месяц два наблюдаете в том числе клинические состояния плюс еще вирусную нагрузку смотрите если состояние не улучшается можно добавлять пистомальный доксорубицин плюс еще местную терапию можно и криотерапию делать иссякать смысла нет и на данном слайде собственно представлены всевозможные варианты лекарственной терапии с частотой объективного ответа но мы видим что примерно частота объективного ответа у них плюс минус одинаковая где-то хуже где-то лучше но самое главное нам больше наверное даже не ну понятно частота объективного ответа когда у нас ушли полные все узелки это самый лучший вариант но если мы говорим о диссеминированной форме одним из таких лучших вариантов будет это контроль роста то есть если у вас не становится хуже то это тоже достаточно хороший эффект что у нас есть еще вообще куда мы дальше идем неужели мы остановились только на кавилированном доксурбицине тем более у нас проблемы с ним но к счастью саркома капоши является среди всех сарком наверное одной из таких горячих опухолей да скажем так у нас есть ангиосаркома есть аливолярная саркома где иммунотерапия может работать и вот саркома капоши данная работа опубликована была на ЭСМА 22 года здесь комбинация неволумаба и виплимумаба у пациентов которые ранее получали лечение причем тут и лучевая терапия и терапия интерферона и химиотерапия терапия позапонима важно что это пациенты с классической саркома капоши то есть это отсутствие иммунотерапии здесь нет ВИЧ-инфицированных здесь нет вируса гепатита В, С то есть все-все то что может повлиять на иммунную систему наших пациентов частота вжимаемости без прогрессирования составила 76% это достаточно хорошая цифра частота медиана достигнута не было медонаблюдение у нас было примерно 2 года то есть цифра очень хорошая еще лучше у нас клинический эффект причем в данной работе что примечательно авторы наблюдали радиологическую оценку по критериям рецизм метаболическую оценку они в части пациентам не всем но в части делали ПЭТ-исследование клинические то есть фотофиксацию и часть пациентам выполнялось удаление очагов и оценка патоморфологических изменений ну как вы видите картинка просто замечательная с учетом того какие вообще изменения были как метаболический эффект так и клинический частота объективного ответа составила 87% а вот если мы говорим о патаболическом 93% это супер причем если говорить о сравнении с фигелированным доксаблюцином эта частота объективного ответа она выше то есть на липостомальном доксаблюцине у нас частота примерно от 50 до 70% варьируется ну 75 там может быть с натяжкой да а тут у нас практически 90% да здесь есть именно последованные побочные эффекты нежелательные явления но в данной работе они встречались достаточно редко и все были управляемы пациентам не назначалась терапия преднизолоном тратикостероидами то есть пациенты в принципе лечение переносили удовлетворительно очень важные такие плюсы вообще исследования эта работа показывает что экспрессия педель то есть вот этих пациентов не у всех но часть пациентов была определена экспрессия педель только вот она либо отсутствовала либо была низкая это говорит о том но при этом у пациентов наблюдался выраженный эффект это вообще характерная вещь для всех сарком скажем так характерно отсутствие экспрессии педель но не характерен ответ а вот в случае саркома капш у нас как раз таки ответ этот и есть частота адеквативного ответа выше чем при других схемах лечения здесь есть какие-то статистические выводы и у нас появилась новая опция монотерапия но мало набор ну что естественно для всех сарком сложно оценить эффект как-то видите в разброску они части делали мрт части делали пед кому-то вырезали то есть они понятное дело что взяли маленькое количество пациентов и все что можно было из них выжать все что можно было все данные они предоставили за что собственно спасибо и можно это и сказать но к сожалению это не рандомизированное исследование набор маленький пока как бы сказать что там идеи это одобрит или там европейская медицинская организация включит это новую опцию в лечении сарком капши пока вряд ли но работы продолжаются опять же пембролизумап это работа публикована тоже в 22 году при классической или уже эндемической саркома капши то есть у нас тут уже плюс добавилась эндемичная саркома капши здесь тоже очень хороший эффект полный эффект 12% частичный 59% стабилизация 29% то есть у нас практически полный контроль над ростом опухоли причем это тут тока пембролизумап раз в 3 недели тоже 6 месяцев 8 циклов еще одна работа пембролизумап но уже привычный ассоциированный саркома капши тут получается пациенты получали пембролизумап в дозе 200 мг каждые 3 недели 35 циклов у 9 из них ранее не проводилось лекарственное лечение в среднем они получили по 10 введений из них 24 прекратили ввиду либо прогрессирования заболевания непереносимой токсичности отказа от дальнейшего лечения было один в случае смерти ну и другие причины у 13 пациентов то есть получается на 40% наблюдалась вторая степень нежелательных явлений ассоциированных с пембролизумапом и вот у нас вот здесь был зарегистрирован один случай ранее нерезарегистрированный при лечении пембролизумапом это смерть пациента от поликлинальной баклеточной лимфопролифериации связанная с вирусом герпесом 8 типа здесь на самом деле ну такой достаточно серьезный минус в том чтобы предложить данное лечение пациентом с ВИЧ-инфекцией но из 28 пациентов у 17 был частичный ответ у 8 стабилизация вы видите выраженный клинический эффект пациентов до начала лечения и после общая частота ответа 60% то есть в самой первой работе у нас было с вами 87% здесь 60 но там была классическая саркома КП6 здесь ВИЧ-инфекцией ассоциированы средний показатель составил нигиана выживания без прогрессирования 28 месяцев там у нас нигиана до сегодня это не было в принципе неплохой вариант но счетом того что такие же цифры мы можем получить при липосомальном доксорубицине с меньшей токсичностью ну я бы такой вариант течения не рассматривала для пациентов с инфекцией и вот вот прошлая вот эта работа она была опубликована у нас на ESMO уже 23-го года а другая работа тоже на ESMO 23-го года это анализ микроокружения опухоли 40-го капуше у ВИЧ инфицированных пациентов ВИЧ положительных ВИЧ негативных вот интересная работа говорит о том что на фоне лечения как до так и после у пациентов меняется статус микроокружения опухоли это при том что мы как бы рассматриваем ну если конечно горячую опухоль ее так классически не назовешь но если мы говорим концепцию сархома капуше то да и вот то что это у пациентов на фоне лечения изменяется на фоне химиотерапии причем меняется статус микроокружения это как бы интересная мысль которая говорит нам о том что мы можем разделять лечение нашим пациентам понятное дело в зависимости от классификации но еще подбирать им возможно новая опция в зависимости от того что мы видим в этом микроокружении до начала лечения это вообще сейчас очень распространенная тема при вообще всех сархомах потому что мы уже как бы за последние 20-30 лет ничего нового у нас не происходит ну как у нас появились таргетные препараты лет 10 тому назад но на это все дальше мы никуда особо не движемся в сархомах к сожалению и вот один из таких гипотез это разобрать почему у нас препараты не достигают вообще своими эффектами не доходят до опухоли что-то происходит в ней за счет микроокружения и в частности эта гипотеза лежит и в основе лечения сархома капоши интересное такое наблюдение интересная работа что мы делаем дальше с нашими пациентами как мы их наблюдаем значит при диссеминированных форумах там жизнеугрожающих клинических ситуаций клинический осмотр наблюдения должен быть не реже одного раза в месяц или одного раза в три месяца выполнение катающего тела пока не будет достигнута одна стабилизация заболевания для классической формы с эндолитным течением можно проводить осмотр один раз 6 месяцев раз в год задачей является такое наблюдение раннего явления прогрессирования чтобы назначить лекарственное лечение лучевую терапию и панциологическое лечение то есть важно сориентировать ваших пациентов чтобы они четко следили за своими очагами фотофиксация вот прям пускай раз в две недели раз в три недели на фоне лечения или на фоне динамического наблюдения фотографируют все свои очаги и когда они к вам приходят на осмотр вы просто смотрите просматриваете портфолио скажем на пациента чтобы оценить действительно происходят какие-то изменения с этими очагами это вам поможет в принятии решения и вот такой клинический случай такой говорящий почему мы любим липосомальный доксурбицин келекс почему мы так горюем когда его у нас нет пациент 55 лет в 14-15 году было неоднократно удаление образования кожи разных локализаций гистологии была гемангиома фиброма и вот последнее сечение гистологии пришла саркома капш пациент получил 6 курсов инкристин тогда с отрицательной динамикой в 17-ом году он обратился вниз блохина диагноз был подтвержден верифицирован диссеминированная форма ВИЧ отрицательный что интересно вирусы герпеса 8-го типа пациента обнаружено не было и пациенту значит он обратился в декабре 17-го с января 18-го он получил 5 курсов келиксом с интервалом раз в 28 дней эффект частичный но лечение было завершено из-за проявления кожной токсичности через примерно 4 месяца с прогрессированным заболеванием появление новых очагов новых узлов мы возвращаемся к терапии с келиксом опять частичный эффект завершили лечение 5 курсов выполнили через 7 месяцев опять прогрессирование опять новые узелки и опять мы возвращаемся к келиксу то есть смотрите 5 курсов 5 курсов 5 курсов уже 15 курсов суммарно пациент получил из побочных эффектов у нас кроме кожной токсичности больше ничего выявлено не было кожной токсичности которая была в первом случае первый раз когда мы проводили терапию в феврале 21 года у него появление образования на правой стопе его сечения гистологически также с аркома капши тут же появляется снова очаги на стопе кисти и с января поюль пациент получил еще 5 курсов телекса то есть суммарно за все время у нас получается 20 введений никакой кардиотоксичности нет то есть и каждый раз мы получаем эффект при этом у нас есть терапевтические окна когда пациент динамически наблюдался и не получал лечения вот именно поэтому этот препарат у нас идет в первую линию именно поэтому к нему всегда возвращаемся когда у нас есть прогрессирование заболевания и поэтому мы так переживаем и ломаем голову что нам делать когда его нет ну конечно мы идем к пухлетоксилу но здесь такое вот такое течение заболеваний с несколькими реиндукциями вряд ли получится в частности из-за выраженной токсичности ну я на выводах так останавливаться не буду в принципе мы все эти все это проговорили с вами за время моего доклада можно их себе как-то зафиксировать да но самое главное это при том когда к вам обращается пациент это его тщательный осмотр тщательный тщательный сбор анамнеза чем он болел как он болел какие таблетки он пил когда он их начал пить когда появились эти высыпания с какой скоростью они появились если есть фотографии должен обязательно показать в дальнейшем обязательно должна быть фотофиксация анализ на ВИЧ гепатит сифрис мы тоже назначаем всегда пациенту определение вируса герпеса 8 типа рентген УЗИ это тот стандартный набор который поможет вам с тем чтобы определиться лечением пациентов у меня на этом все в принципе я чуть-чуть даже вышла за регламент но надеюсь вам было интересно спасибо Жерман Алексеевна большое спасибо это для нас новая информация мы с таким сталкиваемся редко с вашего позволения мы послушаем клинические случаи нашего региона нам расскажет Рахман Кулова Галина Геннадьевна врач-онколог а потом мы приготовили вопросы Галина Геннадьевна вам слово добрый день уважаемые коллеги очень всех рада видеть тема для меня с одной стороны она не новая поскольку этих пациентов я постоянно наблюдаю на приеме но действительно при подготовке к данному вебинару посчитали сколько на территории Архангельской области вообще зарегистрировано случаев и посмотрела статистику по миру к 2020 году встречаемость 0,39 на 100 тысяч населения в России в 2020 году всего 268 случаев в одной чуть ли не из самых низких ранговых мест за 10 лет с 2013 года на территории Архангельской области таких случаев было всего лишь 11 за 10 лет из них 7 мужчин и 4 женщины средний возраст 65 лет и из них пациентов пациенты у нас наверное преобладают больше с идиопатической формой они достаточно благополучно либо получают хирургическое лечение либо продолжают на лекарственной терапии собственно их чаще я и вижу на приеме вот и за все за 10-летний период пациентов мы потеряли трое из 11 интересная статистика не знаю с чем разбираться может быть с водой может быть с облучением может быть еще с чем-то 4 человека проживали на территории города Северодвинск один человек погиб там дама проживала в городе Северодвинске и один на территории Центра амбулаторно-онкологической помощи города Северодвинска в настоящее время лечение получает 4 человека лечение получают разные вот ну и чтобы приблизительно прикинуть сколько человек у нас и какая частота заболеваемости у нас в среднем на территории всей Архангельской области проживает около 1 миллиона человек без учета низкоавтономного округа как уже было сказано в предыдущем докладе всего лишь основных 4 типа у нас не буду возвращаться к великолепному освещению всех типов предыдущим докладчикам у нас на территории Архангельской области и города Северодвинска сейчас в данный момент есть один ВИЧ ассоциированный случай зарегистрирован в прошлом году достаточно молодой мужчина вот и вполне возможно что пациентка которая имела возраст на момент выявления заболевания 37 лет она погибла буквально через 2 года после выявления заболевания также имела ВИЧ ассоциированный 5 тип к сожалению документы не восстановить и уточнить ВИЧ статус невозможно африканские иммуносепрессивные типы на территории Архангельской области еще пока зарегистрированы не были уважаемые коллеги собственно хочу вам представить клинические случаи наблюдения за пациентами с ракомой капоши один из самых свеженьких самых таких показательных клинических показательных случаев это классическая картина клинического случая эпидемического связанная с ВИЧ инфекцией случай зарегистрирован в феврале прошлого года то есть год пациента у нас сейчас на данный момент 48 уже скорее всего стаж ВИЧ приблизительно от 2 до 5 лет и пациент не получал антиретровирусную терапию до декабря прошлого года потому что он находился часть своего времени в местах заключения и после оттуда уже переместился в туберкулезный диспансер где на данный момент проходит лечение по открытой форме туберкулеза в какой-то момент был отрицательный по микобактерии туберкулеза и нам в этот момент удалось взять у него биопсию буквально через полтора месяца когда мы уже полностью получили все гистологические ответы пациента снова положительный тест на микобактерии и пока он продолжает лечение в туберкулезном диспансере второй один из моих любимых случаев потому что я люблю когда пациенты у меня вылечиваются был перенаправлен как классический случай от заведующего от доцента кафедры профессора кафедры Леет Михаилович заболел мужчина в апреле 2021 года на момент выявления заболевания ему тогда был было около 68 лет старт терапии у него было принято решение по поводу интерферона альфа потому что это уже был момент ковида не все препараты были у нас доступны и требовал глипосомальный доксоробицин он требовал госпитализации пациента в стационар интерферон альфа он же мог получать и амбулаторно в том числе проводя терапию дома поскольку у него жена у него медсестра при старте терапии у пациента была достаточно хорошая переносимость регулярно делал инъекции один раз в три дня но в дальнейшем мужчина стал у нас менее привержен поскольку у него присоединились астонические различные расстройства и буквально на прошлой неделе пациент был у меня на приеме честно осознался что уже в течение двух месяцев препарат себе не вводит поскольку увидел хороший эффект он представлен вам на слайде и он представлен вам на слайде и вы видите что практически все очаги регрессировали наиболее сложный случай по саркомикапуше это пациент которого я веду с 2015 16 года не могли магистологически верифицировать в полном объеме то есть пациент либо ездил биопсию выполнял где-то на центральных базах но не забирал туда заключение не получал надеюсь что его пришлют либо получал не получал гистологических препаратов которые нужны были нам сделал биопсию в республике Беларусь в общем мы с ним боролись наверное года до 19 то есть вплоть до того что на одном из сайтов отзывов о врачах пациент заставил обо мне негативный отзыв что никак мы могли поставить медиагноз гистологически подтверждем в декабре 18 года результаты получены и с января 19 года пациент стартанул с терапией старттерапия у пациента был с препарат этапозит достаточно был комфортный прием но к сожалению этапозит быстренько ушел таблетированные формы ушли у нас то что называется дефектурой и пациента мы были вынуждены переместить на стационарную коечку где он продолжил лечение лечение он продолжал до октября двадцатого года достаточно длительно препарат метапозит неплохо переносил но у пациента потихонечку развилась кардиотоксичность и все-таки это у нас пациент пожилой на данный момент пациенту 70 лет вот и в какой-то момент он сошел с терапией тем более что была значительная положительная динамика то есть вот здесь эти фотографии представлены когда он от нас уходил в октябре двадцатого года к сожалению ничто не вечно под луной возвращается к нам пациент с апреля двадцать первого буквально полгода проходит у пациента снова возникают мокнущие язвы в области стоп очень жалко данного пациента потому что он зимой и летом вынужден ходить одноразовых пеленках впитывающих вместо носок вместо портянок вот и на тот момент у нас была возможность и по рекомендации центральных баз мы начали курсы липосомального доксорубицина суммарно пациент у нас получил 11 видений чувствовал себя замечательно чувствовал себя великолепно практически мы наблюдали заживление изъязвлений и к сожалению снова возникла прогрессия снова появились вот это вот мокнутие снова появилась гиперемия там дальше немножко я покажу что у пациента есть не только очаги на нижних конечностях там есть поражение и туловище и верхних конечностей но это самые симптомные самые болезненные очаги с которыми мы стараемся бороться учитывая клиническое прогрессирование то есть был перерыв с введением липосомального доксорубицина выявили клинический прогресс назначили интерферон альфа честно тяжело 5 месяцев пациент страдал от остыни депрессии на самом деле вплоть до того что он говорил я не хочу я не хочу ни есть ни пить я ничего не хочу я к вам не хочу ехать предлагалось доехать до ближайшего населенного пункта чтобы обследоваться это город Северодвинск но пациент также отказывался его фактически приходилось вызывать для продолжения лечения и клиническая прогрессия была зафиксирована немножечко спешу уже в мае 23-го года рекомендована терапия препаратом группы МТО-ингибиторов препарат Эверолимус переносит кстати все препараты практически он переносит без гипотопатии немножко наросла кардиопатия на фоне липосомального доксорубицина но все-таки здесь еще сказывается возраст лишний вес малоподвижность пациента а в целом переносимость лечения хорошая и вот буквально к ноябрю месяцу я получаю такую вот красивую пост-убийственную картиночку пациент вот он эту пеленку снимает переставляет ногу вот это вот вся лимфорея она снова эта пеленка мокрая и три пеленки за прием то есть пока он разделся пока положил это все течет искренне жалко направляем снова на консультацию центральной базы но там уже был ответ выбор препаратов он обозначен это вегиферингибиторы но не совсем что интернгибиторы и вегиферингибиторы не работают вот ему мне очень хочется конечно вернуться к липосомальному доксорубицину как наиболее эффективной линии лекарственной терапии ну или может быть попробовать что-то из ингибиторов контрольных точек ну выводы да редкая патология да есть различные схемы мы пытаемся лечить наиболее эффективной линией являются липосомальные антрациклины не всегда они доступны и всегда остается вопрос чем лечить пациента что будет достаточно для него эффективным если это все-таки распространенная форма саркома капоши спасибо большое уважаемые коллеги наверное вот это все что я хотела вам показать и у меня к предыдущему докладчику будет вот прям на фоне этой картинки несколько вопросов о том что же выбрать а поклитоксил не пробовали поклитоксил он не перенесет по кардиотоксичности бояться так у нас получается был келекс топозит интерферон был был и веролимус сейчас позапонит сейчас позапонит он идет да так а сколько ему лет 70 а как он может к вам приезжать как часто как можно попробовать конечно если у вас есть возможность попробовать дать ему ну пинг-разумап у флейбл попробовать потому что ну так и обозначить это что на основании мы так часто делаем ну вот в тех случаях когда у нас нет уже все варианты исчерпаны мы это указываем в телемедицинских консультациях в справках что у пациентов варианты лечения исчерпаны возможно назначение пембролизумап мы делаем ссылки вот на эти работы собственно которые я сейчас показывала вот и если у вас есть возможность если у вас есть пембролизумап то попробуйте пемболизумап я не стала бы назначать ему комбинацию как бы исходя просто из-за вот таких вот таких проявлений ну то есть в целях безопасности вот а чисто моно можно попробовать потому что другие варианты они могут ну как бы не помогут там гемоцитабин можно дать можно там пемболасти но там эффект не будет эффекта который мог бы быть при келексе или может возможно быть при пемболизумап вот а у вас с келексом сейчас тоже проблема да никак никак да но это прям наша какая-то боль печаль не знаю что дальше с этим делать как-то лечить просто хотелось бы может быть тогда и при отсутствии липосомального дуксоробицина может быть попытку вернуться к этапозиду то есть как наиболее эффективной а он у вас хорошо приносил и ну какой был эффект эффект был неплохой то есть практически вот этой вот язвы не было там была так вот приблизительно такая же картиночка вот себе их стоп тогда язва затягивается попробуйте попробуйте но я думаю что как бы не принципиально ничего не изменится то есть здесь не будет влиять просто есть то что вернуться к предыдущей линии но нигде не говорится о том что вернуться к наиболее эффективной за исключением липосомального дуксоробицина нет 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 можно 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 пожалуйста с учетом того что тут же уже мы отталкиваемся от того что это редко опухоль и то что как бы стандарты условно исчерпаны невозможно технически невозможно он не перенесет вот все что можно бы получила исходя из анамнеза у него был эффект наблюдался на этапозите поэтому пробуем этапозит можете попробовать почему нет вот но я думаю что просто это не особо что-то изменит хотя ну почему нет а если особо сильно помечтать что у нас будет неограниченный доступ к липосомальному дуксоробицина при обычных антрациклинах мы уже учитываем кумулятивную дозу нужно здесь понимаете здесь эта цифра в два раза меньше скажем так то есть я вам сейчас там есть определенный коэффициент как нужно рассчитывать я вот сейчас просто не помню вот на что нужно там там прямо рассчитывается вот этот лимит скажем так к липосомальному дуксоробицина но по факту на самом-то деле из того что ну из нашего опыта и из ну то что коллеги зарубежные говорят тут можно делать до тех пор пока реально вот есть эффекты пока нет токсичности вы же тем более еще можете перестраховаться вы можете делать эхо и издать тропонин про бинпи то есть вы как бы абсолютно в этом плане подстрахованы что пациенту там проведены обследования консультирован кардиологом противопоказаний нет и все и каждые там два-три цикла повторять ему эти исследования даже не два цикла два цикла вы можете каждые три цикла делать эти обследования можно даже каждые четыре если имя у исходного хорошего уровня ну то есть там нет никаких отклонений нет сниженной фракции выброса даже даже так вот может быть тропонин про бинпи чуть повышенная но при этом фракция выброса хорошая то есть здесь вы тоже мы тут больше как бы отталкиваемся от фракции выброса вы можете тоже как бы на это ссылаться это есть во всех рекомендациях там по кардиотоксичности что тропонин про бинпи это больше как бы как маркеры такие предшественники но главный решающий фактор это у нас фракция выброса поэтому можете как бы лечить исходя из своих возможностей возможности пациента по ну смысле по переносимости ну так жалко конечно дяденьку вообще так вот как он как он передвигается он сидячий крат передвигается нет он максимально мелкими перебежками передвигается то есть он его привезли буквально поднялся сменил в открытом виде и так же вот все постоянно тапочки стираются тряпичные туда какие-то тряпки бесконечно все это чтобы это все впитывало детские подгузники кто-то ему прямо приносит детский памперс для него самое оптимальное что то что он вкладывает в большой большой этап и они покупают обувь даже на 4 у него куплен максимально большой размер вот этих вот цепок это онежский район нашей области онега то есть там снег снег по колено то есть ему если куда-то выйти ему надо одевать теплую обувь которая при этом еще промокать не будет обувь изначально на несколько размеров больше мне безумно жалко вот он приходит вроде нагата 43 размер а уходит он в 48 ему даже сложно вот эту вот прорезиненную подошву таскать за собой слушайте а с пембрюльзамамбл у вас не получится как подвуступ подумаем я думаю что пазапанеп не будет у него действовать особо длительный момент но попробуем все-таки подумайте если у вас просто это будет если у вас получится и будет эффект это будет просто вау результат вау клинические случаи это будет очень круто то есть это будет очень показательный хороший клинический классный клинический случай у нас есть мы только видим у нас есть выход на федеральную медицину и на блохина тоже напишите мы да вы можете на меня все пропишу это все что у нас препарата достаточно на всех хватает нас не ограничивает главный врач на указание а все лик сильно нужно еще вот такой вопрос задать подскажите пожалуйста мы когда вебинар уготовились мы не нашли утвержденных клинических рекомендаций ну одну строчку до официальных а есть какие-то вот отдельные по саркоме капоши они все уходят в рекомендации в принципе саркомах мягких тканей то есть если у нас есть нашими здраво ски ауровский это да действительно там одна строчка то есть у нас так есть в самом конце редкие по типу и там для дисмойда там побольше даже расписано чем для капоши вот мальвалярная саркома отдельно по типу то же самое в нссн и эсмо рекомендация то есть это буквально как бы ну так несколько предложений потому что ну понимаете это достаточно сложно такая сложный вопрос потому что саркомы в принципе редки мы в общем то как бы а наиболее часто встречаемых по типу знаем на самом-то деле не так много да у нас есть стандарты но они такие скажем основана на мы можем по пальцам перечислить рандомизированные исследования для сарком мягких тканей там костей на которых основываться наши клинические рекомендации а у делать отдельные на саркому капоши вот кстати на дермат и фибросаркому есть но мне кажется это просто ну как бы наш такая просто в свое время в нссн видимо 1 распределяются группы которые все это пишут просто видимо одна группа группа которая занималась кожей они решили значит что мы делимся и от меланомы и мы отделимся от саркома и вот мы ну просто отдельный группа решила написать свой отдельную рекомендацию в инссен по травмат фибросаркоме вот и есть для других по типам свои такие организации пациентские там научные но для вот саркома капоши кстати говоря не слышала чтобы была какая-то такая организация которая занималась бы целенаправленно вот писала какие-то такие операм статьи потому что вы для дисмоиды кстати очень хорошая такая есть группа но она изначально пациентская который привлекает там специалистов гранты им оплачивать и они пишут отдельные хорошие такие публикации по они как бы как рекомендации называют их они как бы неофициально рекомендации как гайдлайн принципе неплохой но пока пошли такого не как бы не видела вот я думаю это связано с тем что это во первых очень размазанная группа в плане того что это часть социальных пациентов то есть это пациенты с вич инфекции это часть пациентов которые на иммуносепрессии и скажем так она вроде бы с одной стороны очень ты и легкая понятно но то есть ты как бы знаешь что тут надо отменить лечение здесь надо вот это да вот это а с другой стороны они такие какие-то неприкаянные поэтому их вот и засовывают в общую группу сарко мягких тканей где они собственно и существуют какие-то отдельные там особенности как в общем конкретно так вот как алгоритм вести это такого нет ну не знаю если со временем как-то у нас есть специфические канцеррегистры там европе этот нет сарк штатах тоже которые все на все эти случаи редко набирают может быть через лет 10-15 когда эти случаи наберутся в большем количестве и будут какие-то статистические методы хорошие применены у нас появится отдельная рекомендация для каждого по типу саркомии ткань вот мне кажется больше подошли мечты вкладывается впечатление что мы как-то оригинальные врачи видимо в связи с тем что это очень редкий случай как вот заведено там при герминогенных или при нейроэндокрин и должны все-таки каждого такого пациента наверное консультировать на центральной базе потому что этих пациентов видите постоянно и вся новая информация практически у вас в руках ну да так и есть у нас же есть еще тут вы же наверняка пусть вышел приказ до 116 перечислены практически все сарком и даже они в этот раз это прям долго была борьба чтобы включить туда код d38 это не доброкачественно это опухоли с неопределенной степени злокачественности это те самые здесь мой ты же не с одной стороны все же всегда кодировали его как c40 49 а по факту это же не саркома злокачественная да то есть можно придраться в этом плане то же самое касается как его например то есть да все эти случаи они должны в этом как бы есть же суть федеральных центров понятное дело это не молочная железа тут по молочной железе столько информации столько данных а здесь сложно и мы-то голову ломаем что сделать что назначить в тех случаях когда это прям совсем какие-то утроредкие случаи саркома понятное дело что региональных условиях не всегда возможно и какие-то диагностические методы выполнить там но в плане лекарственного лечения больше мы на вас надеемся у нас самолевый дух струбицина нет 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 у нас тоже сейчас нет все ксг 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 в общем да как все бросник на 5000 да 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 мне кажется да тема очень интересная но сложная и так как мы редко с не сталкиваемся возможно у нас не накопилось достаточно большое количество вопросов но теперь мы знаем куда обращаться уважаемые коллеги у нас теперь благодаря русско появились выходы и если на самом деле иногда думаешь какая-то редкая локализация куда лучше написать в интересах пациента вот теперь мы знаем уважаемые коллеги еще вопросы нет таких данных нет таких данных нет да но у нас же есть общие рекомендации для всех поэтому мы их придерживаемся и как бы и данных литературного обзора нет и на самом деле в практике клинической нет чтобы это были молодые люди которые там любили солярий ну тут скажем так что это больше молодые люди определенного стиля определенного образа жизни не может быть и присутствует солярий но не солярии причина всех бед поэтому таких данных нет надеюсь у нас был пациент 22 года назад вот первый сирком и капоши тоже это позида влечился он заболел после того как погулял по зимнему лесу у нас космодром есть здесь ступени ракеты с ракетным топливом вот ощущал прям четкую связь ну да вот казалось бы да редко опухоль столько всего интересного вот теперь мы благодаря анастасии алексеевне все это знаем и у галины геннадьевны конечно тоже прекрасно доклад и фотографии уважаемые коллеги да мы немножко превысили регламент но это все в интересах наших больных и огромное всем спасибо за участие за тех кто наслужил и огромное спасибо докладчикам что они готовились и нам такие прекрасные доклады прочитали из научной информации и визуальный ряд очень важен потому что мы все-таки врачи должен лучше один раз видеть чем один раз услышать теперь у нас уже как бы будем насторже если такие пациенты для нас ранее может быть непонятные появится и спасибо русскую за организацию того что она не забывает своих членов своей организации всячески нас стараются тянуть к свету и учить спасибо большое всем спасибо большое до свидания до свидания